Приняли решение всей семьей, даже больше родителей, нежели мясо носить нужно было домой как можно быстрее. И параллельно, параллельно я изучал, начал изучать Рерих. Ты не учишься, а тебе дают оценки. То есть высокие оценки за то, что ты просто там пришел посетить. Диагностика кормы! Как устроены наши мысли, как устроены наши чувства. Но они начинают отключаться. В этот момент очень важно оценки поменьше. Самый мой любимый предмет был история. Туда я отнес в сердце, в древних, это старая сабля. Не знал, как это было, втихоря, втихоря. И тоже для чего? Сейчас химию мы вообще не используем вообще. Вот эти вот и молекулы, и все, и химию, конечно, не используем. Законной физики тоже причем. Красный диплом. Училище выстраивалось, сидело за один шанс на сотни тысяч, чтобы мы родились. Насколько мы себя недооцениваем. Мы творцы по своей сути. Субтитры сделал DimaTorzok Стал всем настроение, счастливых эмоций. И сегодня я продолжу свою историю. Начнем с того, как я закончил школу. И приняли решение всей семьей, даже больше родителей, нежели я, поступить в речное училище. Нет, в училище номер 30 речного флота. Вот как оно называлось. Точное название. Это напротив Белгута, у нас в Гомеле. Поступил, короче, я туда. Даже не помню, каким образом я туда поступил. Какое-то там было вступление, вступительные экзамены. Не помню. Просто взял и поступил после 9 класса. Никуда дальше не пошел. 10-11. А взял и поступил, так как родители настаивали на том, чтобы уже мясо носить нужно было домой, как можно быстрее. Поэтому я принял решение, точнее, родители приняли поступить в это училище. И началась моя, скажем так, сладкая жизнь. С одной стороны, она была максимальной сладкой, потому что я тогда начал заниматься изучением эзотерических наук. Параллельно я читал Дейла Карнеги. На этот момент попала книга в мои руки. Как завоевывалась такая толстенная книга. Как завоевывать друзей, оказывать ли они на людей. И параллельно я изучал, начал изучать Рерихов, Агни-Йога и тому подобное. Смотрел и видел картины их. И вот так вот началось формироваться мое мышление. Так вот началось формироваться мое мышление. Мое мышление начало формироваться, начиная вот с училища, где-то в этом районе. В это время. И также это был период, когда я начал изучать книги Сергея Николаевича Лазарева по состоянию мироустройства, как работают законы Вселенной, как работают кармические законы. Вот в этой теме я прочитал его, тогда он только первую книгу, я помню, издал. Первая книга вышла его, их было всего 10, либо, по-моему, да, 12, даже 12. И после этого он уже перешел немножко более глубже, более обширнее пошел. Начал менять уже тему. Но это 12 книг. Называлась она «Диагностика кармы». Вот, даже помню, я открыто, я никого не стеснялся, изучал, читал на перерывах, там, когда было время, ну, училище, это же училище, там, ты не учишься, а тебе дают оценки, то есть высокие оценки за то, что ты просто там пришел, посидел и поднял руку. Ну, конечно же, что-то ответил. Не важно что, но главное, чтобы это был логически правильный ответ. И помню, сидел, я читал, значит, книгу на перерыве, и так, пацаны какие-то прикалываться, решили, что там читаешь. Я говорю, ну вот, диагностика кармы. И он так смотрит на меня, так, диагностика кармы. И на самом деле поражали. Ну, это они, вот я скажу так, наша группа, в которой я учился, большинство с предвзятостью относились к тому, что я изучаю. А мне, кстати, помогла еще учительница по русской литературе, потому что она давала, даже мне приносила несколько книг, приносила, и так я начал развиваться в этом направлении. Я начал изучать законы, как устроены наши мысли, или как устроены наши чувства, как работают причинно-следственные связи. То есть это такая очень глубокая тема и сложная, вот сложная для понимания. То есть понятие можно, если чувствовать, чувствовать вот это вот. То есть когда ты чувствуешь, когда ты чувствуешь, как работает, потому что, ну, сейчас вот все ускорится, ускорилась уже, ускорилась, и тяжело, тяжело оставаться прежним, когда все вокруг быстро, все меняется. И ты должен чувствовать это, когда приходит ответка. То есть ты что-то сделай, тебе сразу... Вот бывает так, что что-то подумал, да, бац, а в это время ты там что-то жаришь, да, или режешь. То есть ты что-то подумал, бац, брызги, масло там тебе куда-то брызгнул, да, или начинаешь резать, что-то подумал, бац, и порезался случайно вроде бы. Но я всегда возвращаюсь, если такое происходит, всегда возвращаюсь к мыслям, которые у меня на тот момент были. Понимаете? Мысли, которые у меня на тот момент были, они, они как следствие моментально отвечают, ну, сразу ответ, получается. Особенно если касается чего-то такого, когда ты что-то делаешь... Ну, смотрите, если ты режешь, да, режешь, ты симметричные движения делаешь, одинаковые движения поступательные, одинаковые, режешь, 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 и все, когда ты делаешь что-то одинаковое постоянно, у тебя сознание начинает отключаться. При одинаковых каких-то движениях, вот есть такие даже, скажем так, тренировки, и даже не тренировки, а уроки, уроки, когда, допустим, даже вот в фильмах все смотрели, я помню, когда Мирный Войн, по-моему, назывался, и тот пришел ученик-учителю, пришел учиться, и тот говорит, давай, значит, учитель единоборств, да, тот пришел поучиться там морду бить, да, а ему, короче, говорит, бери вот и натирай, значит, натирай окна, стекла натирай в машине, стекла натирай. Тот вообще не понимает, почему я должен в машине стекла натирать. Вот. Хорошо. И, ну, продолжает, ну, раз надо натирать, но он потом понял, он потом понял, что это на самом деле шло к этому, к результату его, который он получил, когда уже стал победителем единоборств. То есть вот эти вот движения, это тоже, как бы, типа блокировка, вот, но тут больше не об этом, а еще в одном уроке, когда сказали, вот, бери вот, смотри, растет, значит, морковка, да, а ты выкапывай ее, или редиска, да, ты выкапывай, и сади назад, ну, сади, значит, вверх тормашками. То есть вообще, то есть действия, у которых нет результата, ты просто это делаешь. Ты просто делаешь, и у тебя отключается сознание в этот момент, когда ты просто вот банально какие-то движения делаешь постоянно, постоянно что-то делаешь, и ты начинаешь отключаться. Вот. отключаешься, и в этот момент очень важно, о чем ты думаешь. Потому что, если ты будешь в этот момент думать о чем-то плохом, то может произойти, ну, то есть, открывается подсознание, и ты можешь, и ты можешь получить такой вот ответ, ответ, плохой ответ, в ответ на твои ответственные эмоции по отношению к подсознанию. Наше подсознание, оно вообще безыблемо, незыблемо, и все, что мы можем туда нести, это счастье, любовь, вот, но никак не какие-то ответственные эмоции. Вообще, это очень интересная тема. Я сейчас понимаю, что вот это вот знание мне дает очень многое, очень многое дает в плане изучения людей, в плане их понимания, в плане всех законов Вселенной, которые есть. Законы Вселенной, вот этот вот магнитиз, да, законы магнитного протяжения. Вот. Помню, у нас очень теплые отношения с парус Литов, с этой учительницей сложились, и мы менялись, взаимо менялись книгами. Я ей приносил диагностику, по-моему, она мне давала Рерихов, вот, менялись. И, естественно, у меня там высокая оценка была по русской литературе. Хотя я там домашку практически не делал. Если надо было там какой-то роман читать, я просто читал критику. Я уверен, что многие так делают. Когда у задания прочитать роман, там надо будет потом сочинение, изложение, пересказ, там и так далее. Берешь критику, читаешь, и ты, в принципе, весь сюжет понимаешь. Весь сюжет понимаешь в нескольких там листах, в нескольких страницах, и все, и ты уже можешь спокойненько изложить. Пересказывай. Я помню у нас по первым занятиям, вот первый, и утром постоянно все училище выстраивалось и делало зарядку. Представляете, как это смотрелось? Прикольно. Все училище выстраивается, там большой такой плацдарм был, все устраивается, училище и зарядку там отжимается, кто-то выступает, кто-то там что говорит, тренер какой-нибудь приходит. И каждый день вот так вот была зарядка. Помимо всех физкультур, помимо всех вот таких занятий была ежедневная зарядка. Потому что целый день сидеть на партах, целый день практически без движения, соответственно, нужно зарядиться. Вот это вот я помню. И очень для меня очень большую роль сыграла вот эта книга Сергея Николаевича Лазарева, потому что они дали мне понять, что мы должны чувствовать себя единым со всем, что нас окружает. Это, сейчас скажу, вот смотрите, организм, да? В каждом организме есть клетки. Каждая клетка подчиняется невидимым, ну, законам. Каким-то законам она подчиняется, по своим законам она живет. И все в гармонии развивается, все в гармонии растет. И вот представляете, одна клетка начинает жить не по законам, да? Не по законам организма, а наоборот, то есть становится раковой, по сути, да? Что организм пытается с раковой клеткой сделать? Конечно же, он пытается ее уничтожить. Не фига это получается? Вот. Так и, так получается и с, с нашей вселенной, с нашим миром. Мы, как частички одного организма большого, его чувство этого единства возвышает нас и повышает уровень нашей энергии. Соответственно, и повышает уровень развития внутреннего, именно внутреннего, не разума нашего, да, а внутреннего состояния. То есть, я настолько, я настолько глубоко это все осознал и практиковал, что у меня вот, у вас когда-нибудь были чувства мурашек? Вот какие-то события происходят, и аж до чувства мурашек, такое вот, какое-то глубокое счастье, что-то такое внутреннее, и у вас чувство мурашек появляется. Так вот, я настолько это выработал, что я их могу вызвать спонтанно, понимаете? Вызываются они очень, ну, для меня очень легко. Не именно мурашка, а именно от этого чувства. Три года прошло, война и мир мною не прочитаны были. Была прочитана критика на них. Вот. Но самый мой любимый предмет был история. Туда я отнес все артефакты, которые мы, родители, там, дедушка наш собирал. Ну, тогда я не знал это все. Представляете, чтобы, чтобы получить уже за три, за три, то есть, последнюю оценку, общую оценку, там, в твой диплом, я отнес ему саблю. Древник, это старая сабля. Я отнес учителю саблю, чтобы он мне поставил там за все-все-все, там, годовую, там, последнюю оценку, уже в зачет. Тогда, тогда я не понимал, насколько это могло быть ценно. Потом узнавали, что он там на черном рынке подторговывает вот этими вот артефактами. Все это было настолько интересно, ему много кто приносил всякие безделушки, всякие безделушки, я ему какую-то книгу тут принес там, тоже какую-то древнюю историческую там. Вот. Короче, шло все в зачет, и он ставил оценки, оценивая, оценивая артефакт, который ты принес, насколько вот он богаче, да, значит, там, можешь месяц не ходить на мои занятия, там, или можешь там полгода там уже все отдыхай, либо там неделю отдыхай, да, вот. Вот это мне запомнил, что даже когда мы на экзаменах, все у меня же оценки высокие, дать списать, дать списать, а как мне дать списать, взять шнув, по сути. Ну, билеты, билеты были, помните, билетики все, складные, складные, короче, бумажечки мелкие, то, что написано там мелко-мелко, и, так как он такой учитель был, легкого такого поведения, вот, ну, не сильно требовательный, поэтому он в таких экзаменах просто закрывал глаза, там, сидел, там, книгу читал, или по телефону что-то там смотрел, вот, то есть особо не парился, что там что-то списывает, то есть мы спокойно могли что-то списать, спокойно, вот, сейчас я понимаю, насколько, те вот мои поступки, когда я относил, я относился, что же мама не знала, никто не знал, я взял втихаря, втихаря отнес, и все, потом, конечно, мама узнала, кстати, она меня вообще не ругала, немножко поздилась, и все, уже сделано, сделано, что уже не вернешь, никаких желания, да, и, в принципе, оценка уже стоит, все, то есть, никакого желания меня там наказать, поругать не было, смотрит, какая красота, хочу отвлечь вас, немножко, вот я вышел сюда, зашел, в такую вот, гущу, где-то далеко слышится шум машин, вот, и, значит, закончил я это училище с лучшими оценками, мне был красный диплом, вот, очень хорошо, я изучал английский язык, очень хорошо, мне там пятерочки были, вот, и, вот, это вот английский язык, все, что, это математика, ну, математика так была, 4, четверочка такая была, твердая, да, потому что там все сложные, сложные были примеры, которые, в принципе, по сути, нам в жизни не нужны, химия мне тоже нравилась, все эти вот, уравнения, я их понимал, и тоже, для чего, сейчас вот, химию мы вообще не используем, вообще, вот эти вот, молекулы, это все, химически, не используем, законы физики тоже, для чего, чтобы знать основы внутренние, так можно посчитать просто, более полезную литературу, и знать все эти основы, которые нужны нам конкретно для нашего развития, мы же развиваемся не только знания, мы еще развиваемся и эмоционально, обязательно, у нас постоянное эмоциональное развитие, мы боремся постоянно со своими эмоциями, если они плохими, если они хорошие, мы пытаемся сохранить, увеличить, культивировать как-то, так вот, развитие наше, теория и практика, теория и практика, именно через ту литературу, которая заходит для нас, не которая там где-то, в школах преподают, а именно то, что надо именно для нас, мы же все уникальны, представляете, насколько я все просто подумал, что у нас был один шанс, на сотни тысяч, чтобы мы родились, именно наш, именно вот сперматозоид, по сути, один там на миллионы, а дальше, а дальше развитие, а дальше все это, и потом еще рождение, сам процесс рождения, представляете, насколько мы уникальны, и насколько мы себя недооцениваем, мы самые, мы скажем так, самые уникальные создатели, мы же создаем, мы же создаем, посмотрите, все вот, все, что мы видим вокруг, это все создано руками человека, нашими руками созданы, мы творцы, по своей сути, так вот, надо чувствовать, это нечувствовать, что уникальность, и знать нашу важность, потому что, очень много людей, не чувствуют важность, вообще не чувствуют важность, они чувствуют посредственность, то есть, ты, либо чувствуешь, что ты уникален, либо ты чувствуешь, что ты посредственен, и если ты чувствуешь, что ты посредственен, посредственен, соответственно, для тебя и это будет посредством то есть живешь посредством то есть ну по сути не то что живешь посредством а ты чувствуешь себя униженным посредственность это униженность перед чем перед кем-то чем перед чем-то а уникальность это все как ты так вот мы своей природе уникальные и мы должны это чувствовать и осознавать и тогда все вокруг нас будет складываться именно нашим должным образом как для нас будет лучше если мы чувствуем будем уникальность мы чувствуем будем посредством чтобы наша жизнь посредством поэтому давайте друзья через уникальность развивать себе это мотивировал счастье ощущать чувство и будто при каждой возможности как есть возможность ощущения этого чувства вы идете по природе внутри пара чувствуете эту красоту я с вами прощаюсь в следующем видео надеюсь история вам немножко полезно училище вы прошли ну а дальше будет уже армия